Всем привет! Вышел наконец-то третий сезон сериала Ведьмак, или точнее как, вышел сезон не целиком, на этот раз Netflix решили растянуть резину, так что сейчас мы увидели 5 серий, оставшихся 3 будут презентованы почти через месяц, 27 июля. И знаете, главный вопрос, который хочется задать стримеру и всем создателям нового сезона после его просмотра, это зачем? Причем дело тут далеко не только в уходе Генри, который в данном сезоне как никогда его душа и главное связующее звено, тут кстати можно поставить маленький плюсик шоураннеру Лорен Шмидт при всей моей к ней нелюбви, и все же именно в данном аспекте она сдержала слово и сделала роль Кавилла в его последнем сезоне действительно гораздо более существенной и подобающей самому названию сериала. Да и вообще, если быть объективным, ну или хотя бы пытаться таковым быть, то третий сезон во многом лучше, чем два его предшественника, это правда. И все же мы так и не получили Ведьмака, которого хотели и который заслуживаем. Почему? Собственно прямо сейчас все узнаете, ведь дальше мы как раз и разберем вышедшие 5 серий третьего сезона. Причем не бойтесь спойлеров, даже при большом желании у меня вряд ли получится проспойлерить вам сюжет и дальше вы поймете почему. Итак, сезон номер 3. Напомню, что снимали его на протяжении очень немалого времени, а перерыв между выходом второго и третьего сезона составил без малого 2 года. Поэтому, конечно же, сейчас зритель заслуженно ждал, что Ведьмак выйдет на некий новый уровень. И знаете, отчасти это, как по мне, у данного сериала все же получилось. Что я имею в виду? Ну, как минимум то, что визуально он стал смотреться сильно лучше второго и вообще на 5 голов выше сезона номер 1. Все-таки, как бы мы не относились к авторам и всей команде адаптации Ведьмака, они там тоже учатся, проводят какую-никакую работу над ошибками и прочее, и прочее. Поэтому с точки зрения технического обеспечения, ну то есть костюмов, декораций, общих планов, отрисованных и отснятых локаций, с точки зрения всего этого, третий сезон все-таки сделал шаг вперед. Ведь, глядя на него, если просто смотреть, особо не включая мозг и не вдаваясь в то, что происходит на экране, то да, можно весьма поверить, что перед тобой обширный большой мир, что ты действительно смотришь на могущественных чародеев, королей и предводителей империи. А не на какое-то шапито, как это было в первом сезоне, когда вообще все от костюмов до декораций было ну просто изряду вон. Да и наконец-то монстры, немаловажная деталь ведьмачьей истории, стали хоть на каком-то, я не говорю запредельным, но как минимум удобоваримом уровне. Да, их не показывают слишком часто, да, в основном Netflix старается в таких моментах дать более клиповый скоростной монтаж, но все равно, по крайней мере, у тебя нет испанского стыда, глядя на все это, как было опять-таки в первом сезоне, да, части во втором. Так что ура-ура, Netflix наконец-то 4 года спустя научился рисовать уродцев, так что на них хотя бы не стыдно смотреть. Это, конечно, большое достижение для Лорен Шмидт и всей ее братьей, особенно с учетом того, сколько стоит производство Ведьмака. А это, скажу я вам, огромные деньги, 20 и даже 25 миллионов долларов за одну серию, что сопоставимо с самыми топовыми сериалами мира. Конечно, при таких бюджетах монстры и все остальное должны были быть на уровне уже давным-давно, но, видимо, деньги на производство были, так сказать, освоены, может, и не до конца целевым образом. Ведь только представьте, сколько всего можно было бы купить на условно сэкономленные. Тут уже не надо копить на новые ништяки, сколько бы они не стоили, а стоят те же новые айфоны сейчас до чертиков. Так что можно на них вечно собирать или устроиться на такую работу, как Лорен Шмидт, или зайти на сайт сюрприз бокса в Крэйзи Бокс и, если повезет, забрать любой приз за копейки. Это сайт с мистерибоксами, в которых находится много разной техники и гаджетов, начиная от наушников и пауэрбанков, заканчивая айфонами, приставками и игровыми ПК. Например, если ты давно мечтаешь о каких-то компьютерных девайсах, можешь открыть игровую коробку. А если хочешь получить приставку, открывай коробку с консолями. Большим спросом пользуется коробка смартфонов, с которой можно получить абсолютно любой телефон. Это может быть как Samsung или Xiaomi за 10 тысяч, а если повезет, то и последний айфон. Выигранный приз заказывай себе домой, либо продавай сайту и взамен получай за него деньги. Но рекомендую начать с бесплатных коробок, в них также много хороших и ценных призов. Итого, если повезет, то потраченные пару сотен могут легко превратиться в крутой гаджет или новый айфон. А если хочешь, чтобы призов было в два раза больше, введи промокод при пополнении и получишь плюс 100% денег на баланс. Ссылка на сайт и промокод будут в описании под роликом. Мы же вернемся к видео и уже представляю ваш вопрос, мол, а в чем же проблема? Ты пока что прям только нахваливаешь новый сезон, говоришь, что он и там, и тут во всем лучше. Так что, наконец-то у Лорен Шмидт и компашки получилось? Хотел бы я ответить, да, все вышло, но не могу. Вместо этого скажу, у них все могло бы получиться, но для этого нужно было бы куда-то подальше засунуть свое ЧСВ и уверенность в собственной гениальности. А этого, увы, не срослось. Да, теперь мне в самом деле становится еще более понятно, почему же в итоге Генри не выдержал и ушел. Ведь дело в том, что, как я и говорил вам ранее, даже при большом желании проспойлерить сюжет третьего сезона сложновато. Можно, конечно, набросать спойлеры отдельных моментов и поворотов, а вот так, чтобы весь сюжет целиком, сложно, да и почти невозможно. Почему? А потому что этого самого сюжета в новом сезоне, по сути, нет. Нету слитной связанной истории, нету какой-то фабулы, все это отсутствует. То есть, если, например, в первом сезоне его авторы криво, косо, со своими ненужными прыжками во времени и непонятными заплетами, но все-таки в целом пытались идти по книгам и экранизировать ведьмачьи истории. Если в сезоне номер два они дали нам более-менее книжный первый эпизод, а потом пошли в свободное плавание, но хоть как-то еще худо, бедно, соизмеримое с книгами. То сейчас авторы сценария вроде как дальше дают нам, как зрителям, какие-то фрагменты книжного первоисточника, но в целом они плетут полностью свою историю. Для меня лично вообще непонятно зачем. А что еще более печально, делают это так, что в целом у них все тупо начинает валиться с ног. Нет, ну в самом деле, те, кто уже посмотрели первую часть сезона, меня поймут. Ведь если бы вот так попросить сейчас пересказать о чем все это было и что в целом происходит, то можно выделить разве что то, что типа все гоняются за Цири и наверное все. Все остальное это череда каких-то отдельных, далеко не всегда связанных между собой и уж точно далеко не всегда логически увязанных событий. Когда раз, вот вам пожалуйста чародеи. Глядь, тут же уже ни с того ни с сего Цири настигает дикая охота. А нет, в последний момент вообще непонятно откуда берется белый волк, который должен быть при этом черт знает где. Сама же дикая охота, как внезапно и ни к чему не обязывающе появляется, так точно исчезает. И выглядит это все просто как элемент фан-сервиса, ну типа вот, посмотрите, порадуйтесь. А дальше об этом можно тут же забыть и не вспоминать. И по поводу призрачных всадников это просто один пример, а так по факту подобного в разы больше. И это происходит просто тупо на протяжении всех пяти серий Ведьмака. Вот поэтому мне все время и хочется задать один риторический вопрос, зачем? Зачем горе-писаки решили, что они гении мысли и что они все уж точно знают лучше, чем Анджей Сапковский, автор книг? Ну ведь черт во всех дере, у вас есть обалденный первоисточник, в котором прописано и продумано по сути все. Причем как раз таки к третьему сезону, если говорить о книгах, история Сапковского уже окончательно отходит от разрозненных и не очень обобщенных рассказов о похождениях и приключениях Ведьмака. И превращается в действительно слитную грандиозную сагу. Причем как раз к сезону номер три с точки зрения производства контента, авторы Ведьмака наконец-то дозрели хоть более-менее до того, что они в состоянии уже эту самую масштабную сагу передать нам на экране. Ну потому что, как мы уже говорили ранее, то что они делали в предыдущие разы, когда например попытались отснять битву при Соддане, настолько масштабную и колоссальную, что отвлеченных отрывков, воспоминаний Трис в книгах достаточно, дабы это понять и почувствовать. При этом конечно результат на экране получился просто максимально плачевный и настолько убогий, что это уж точно никак нельзя было назвать легендарным, великим и ужасным Содданным. Не говорю конечно, что сейчас авторы Ведьмака прям все отсняли бы как надо, но как минимум у них появилось для этого гораздо больше шансов, чем ранее. Но при этом Лорен Шмидт и цех сценаристов решили забить на книги, на этого старого польского чудака Сапковского и показать себя любимых во всей красе. Что же они показали, когда пять серий сезона смотришь не понимая толком, а что вообще черт возьми происходит, и когда толком не можешь описать события прошлой серии, потому что их просто уже тупо забыл. Потому что все события как будто нанизаны друг на друга и не имеют нормальной четкой основы. Опять-таки зачем это делать, имея потрясающий первоисточник, сейчас наверное главный вопрос без ответа. Да в конце концов есть очень наглядный пример, сериал Дом Дракона, который HBO сняли по книге Мартина. Причем сняли настолько подробно, в основном, что временами просто диву даешься, как авторы сценария отказались от своих амбиций. И что получилось в итоге? А в итоге получилось, что зрители были довольны до соплей. Что вся история смотрится четко, слитно и гармонично, в отличие от того, чем нас решил накормить Netflix. Я же говорю, что мне вообще непонятно такое решение авторов сценария, зато совершенно точно понятно решение Генри Кавилла уйти из всего этого балагана. И от тех людей, которые не любят, не ценят и даже вероятно презирает первоисточник, на котором должен держаться весь их проект. Кстати, что касается Кавилла и вообще актеров, то по поводу Генри он стабильно хорош, причем не знаю, может это связано с тем, что Кавилл уходит и ты глядя волей-неволей это понимаешь, но как-то в новом сезоне Ведьмак в его исполнении особенно проникновенен, точен и гармоничен в своем образе. Так что, конечно, Кавиллу отдельный респект и при такой его игре сериал в самом деле потерял свою главную звезду, так что не знаю, как и что они теперь будут с этим делать. Касательно других, ну Цири существенно вымахала, как по мне, и она все меньше и меньше походит на а-ля приемную дочь для Йеннифер и все больше смахивает, как и в реальной жизни, просто на ее подругу. Хотя именно актерская игра и Цири, и Йен вполне себе на уровне, просто говоря, в частности, например, об Ани Чалотре, она, как и ранее, мисс каст для своей роли и с этим, увы, ничего не поделаешь. Забавный, кстати, момент, что Трис Мэри Гольд явно сделали более рыжий и при помощи грима немного высветлили кожу, видимо, после постоянного негодования зрителей. Ну и, конечно, Лютик в исполнении Джои Бетти, его Love Story лично у меня не вызвало никакого энтузиазма, не знаю, да или точнее знаю, зачем это было сделано, но не понимаю смысла. Ведь, как мы говорили ранее, в книгах Сапковского хватает персонажей, предпочитающих однополую любовь, так что к чему было тащить туда еще и труба дура, загадка. Если же говорить об остальных актерах, они в целом играли нормально. Да, эльфы, как и ранее, это скорее позорище, чем нормальный уровень, как-то именно с остроухими, в последнее время у стримеров беда, что у Netflix, что у Amazon, никто не может их по-человечески отснять. А так, помимо их, плюс-минус за исключением исключений, общая актерская игра была на нормальном уровне. И в целом, это первый сезон, который мог бы, как ни странно, быть в общем, на приемлемом уровне, если бы авторы сценария, Лорен Шмидт и остальные взялись за ум. Тогда, глядишь, и Генри не ушел бы вследствие их безумной политики. Но есть, что есть, так что на сегодня мы на этом будем закругляться. Пишите ваши впечатления в комментариях, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр и всем пока.